Знаете ли вы, какое небесное тело в Солнечной системе наиболее противоречиво и с трудом поддается укладыванию встроенной научной теории? Оно слишком малое, обладает необычной орбитой, чтобы быть планетой, но все-таки долгое время считалось ею. Вы, наверное, догадались, что речь пойдет о невероятно далеком, таинственном Плутоне, сложно различимом даже в самые сильные телескопы. Потоги земных астрономов разглядеть что-либо на крохотной планете были сравнимы с попытками увидеть грецкий орех с расстояния 50 километров. Но в дело вмешался зонд «Новые горизонты». И теперь человечество знает о космическом малыше гораздо больше. Хотя 12 лет назад Международный астрономический союз единогласной директивой завершил карьеру Плутона как планеты, это не сделало небесное тело менее интересным и загадочным. Итак, что таит в себе карликовый космический объект, рожденный в Солнечной системе и названный именем бога подземного царства? Каков Плутон на самом деле? Он гораздо меньше Луны и Меркурия, а также всех крупных спутников планет-гигантов. Его размер примерно равен площади Российской Федерации. Споры о диаметре небесного лилипута длились с момента его обнаружения, с 1930 года. Разногласие окончательно разрешил зонд «Новые горизонты», пролетевший близ планеты в 2015 году. Аппарат точно выяснил объем планетарной талии – 2370 километров. Заодно был уточнен диаметр самого большого спутника планеты – Харона. Он составил 1208 километров. Зонд «Новые горизонты» обследовал далекий Плутон настолько тщательно, как никто до этого. Вы думаете, карликовая планета, застывшая пустыня, гладкая и голая, словно бильярдный шар? Как бы не так. На ней полно занимательных объектов, достойных изучения. Оказалось, что на Плутоне есть небольшие горы, высотой примерно 3500 километров. Ученые определили их возраст – не более 100 миллионов лет. Это мизерный срок, учитывая продолжительность жизни Солнечной системы – 4,5 миллиарда лет. Почему они столь молоды – ледяные горы Плутона? На сей раз ответ лежит не на поверхности, а в глубинах небесного тела. Астрономы сделали вывод о наличии серьезной геологической активности Плутона, поэтому горные хребты, скорее всего, до сих пор находятся на стадии формирования. О действующих геологических процессах также свидетельствует и крайне малое количество кратеров, что, в принципе, необычно для столь удаленного космического тела. Плутон – это странный замороженный мир, окрашенный не в печальные темно-синие оттенки, как утверждалось ранее. Напротив, мы имеем второй красный объект в Солнечной системе помимо Марса. Зонд четко заснял этот факт. Поверхность Плутона красновато-коричневая, с темными пятнами разломов, каньонов и редких кратеров. Кроме прочего, новые горизонты обнаружил на плато под символическим названием «Спутник» непонятное скопление темного льда, предположительно состоящего из угарного газа. Это может свидетельствовать об уникальном процессе криовулканизма, когда из недр планеты под чудовищным давлением извергается нераскаленная лава, а метан и азот при крайне низких температурах. Более того, на Плутоне предполагается наличие периодически перемещающихся дюн, состоящих из ледяного песка. Желаете узнать, какова погода на Плутоне? Теперь об этом известно доподлинно. Температура на планете Адске, доходящая до рубежей минус 223 градусов. Это неудивительно, ведь в лучшем случае карлик приближается к Солнцу почти вровень с Нептуном, отдаляясь в Афелии на невероятные 7,3 миллиарда километров, а свет нашей общей звезды идет к нему целых 5 часов. По причине нордических условий на планете образуется 6 видов льда, спрессованного при разных температурах, причем наиболее стабильный вид тверже алмаза. Присмотревшись к Плутону повнимательнее, зонд обнаружил, что относительно ураганов планета существенно проигрывает своему соседу, Нептону. Ветры на поверхности небесного тела незначительные – от 1 до 2 метров в секунду, хотя местами доходят до максимальных 10 метров в секунду. При должном воображении можно услышать шорох сдуваемых микронов льда с мертвых дюн. Чтобы представить что-либо отдаленное, чего нельзя потрогать руками, люди всегда пытались сравнить это с привычными вещами. Так вот, чтобы ощутить ничтожную гравитацию этой планеты, вообразите следующее. Если бы человек примерно 50-килограммового веса высадился на Плутоне, то сразу бы стал 4-килограммовой пушинкой. Живо представляются рекламные афиши. Отправляйтесь на Плутон и почувствуйте себя в весе грудного младенца. Помимо леденящих морозов, алмазного льда и крайне низкой гравитации, гостей планеты ждет еще один сюрприз. Год здесь длится 2,5 человеческих века. Зато день промелькнет незаметно. Всего за 6 часов. Казалось бы, в этом заледеневшем мире атмосферным слоем и не пахнет. Но нет, опять ошибочка. Атмосфера у Плутона есть, но она не постоянна. Появляется только в перигелии, а когда планета удаляется от Солнца, то оболочка замерзает, оседая на поверхность в виде азотно-метанового снегопада. Некоторые ученые предполагают, что если бы Плутон был чуть ближе к Солнцу, то непременно сменил бы статус с планетарного на кометный, поскольку сплошь состоит из сверхпрочных ледяных глыб. Кстати, зонд «Новые горизонты» и сейчас обнаружил у планеты холодный плазменный шлейф. Это говорит о том, что Плутон теряет материю, причем довольно динамично — 500 тонн в час. Для сравнения, за этот же промежуток времени данный показатель у Марса составляет всего тонну. Планете давали разные наименования, как только ее не называли. Зевс, Персиваль, Минерва, Кронос. Но всех обошла маленькая 11-летняя школьница, назвавшая Плутон так, как мы его знаем уже долгие годы. Объяснила девочка свой выбор просто. Если этот далекий мир столь темен и неизведан, почему бы не назвать его именем Бога Мертвых? Да и окружение планеты подстать. Его спутниками являются Харон, Никта, Кербер и Гидра. Метановый снег, криовулканы, заледеневшие дюны, глубокие разломы, мертвая тишина — и все это на фоне красноватой поверхности и глубокого черного неба. У какого бездушного астронома, увидев этот необычайный мир, вернется язык лишить его статуса планеты? И все-таки кто он? Плутон? Сбежавший спутник Нептуна? Массивный объект пояса Койпера? Недокомета? Карликовая планета? Не молчите! Делитесь своими мнениями в поле для комментариев. С каналом Космо каждый будет услышан. Субтитры создавал DimaTorzok